В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. На станции Расторгуева открылся временный пешеходный мост. В Видном появилась новая зона отдыха. Для нас важен действительно комфорт и удобство для самого жителя. И мы это замечаем. И в данном случае будем идти дальше в этом направлении. Прививку от гриппа теперь можно сделать у железнодорожной станции Расторгуева. Это очень удобно, потому что я вот лично шла на работу, шла мимо, увидела машину. Начнем с новости, которую ждали многие жители муниципалитета, пользующиеся пригородным железнодорожным сообщением. На станции Расторгуева наконец-то открылся временный пешеходный мост. С помощью него пассажиры и жители прилегающих микрорайонов города смогут не только безопасно пересечь железнодорожные пути, но и выйти на вторую платформу к пригородным поездам. В шестом микрорайоне продолжается строительство долгожданного выезда на трассу М4 Дон. Наш корреспондент побывала на объекте и убедилась, что ждать новый выезд осталось совсем немного. О том, на каком этапе сейчас находится строительство, расскажет Юлия Пагасьян. Слухи о том, что в шестом микрорайоне появится выезд на трассу М4 Дон, пошли уже давно. А когда в 2017 году определились инвесторы и начался процесс проектировки объекта, жители с облегчением вздохнули. Но люди не ожидали, что процесс затянется. Инвесторам пришлось несколько раз менять подрядчиков. Это и стало причиной задержки. Да и участок, как оказалось, непростой. Улицы в 1400 метров с множеством пересечения коммуникаций, с множеством пересечения свалок, оврагов, речка, границы участков, которые не выведены под красных линиях. Это участок собственников. То есть пока решался вопрос с собственниками земель. Но все эти трудности удалось решить. Сегодня на участке работает порядка 25 единиц техники. Представители компании подрядчика утверждают, процесс не останавливается даже в плохую погоду. А застройщик обещает, что к концу этого года здесь уже будет что-то более похожее на привычное понимание о дороге. По словам представителя компании-застройщика, на следующей неделе работы стартуют на участке дороги от Донбасского моста по одноименной улице. В середине октября на отрезке от улицы Калиновой начнут класть первый слой асфальта. И если погодные условия позволят, то до конца года на всей протяженности улицы положат и финальный слой дорожного покрытия. Непростой этап строительства предстоит вокруг реки биться. Это довольно-таки очень трудоемкий, сложный процесс. Это заключение русла речки биться в коллектор. Коллектор уже заказан. Коллектор – это как отдельное техническое сооружение. Оно очень большое. Порядка двух месяцев займет работы по установке трубы и заключение речки биться. Параллельно со строительством дороги ведутся работы по созданию вдоль улицы тротуара, установки бордюров и столбов освещения. После завершения всех этих этапов начнется процесс озеленения территории. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. В городе Видное благодаря совместным действиям администрации муниципалитета и социально ориентированному бизнесу появилась новая пешеходная зона. Она прошла от офиса Сбербанка на Советской улице до нового торгового комплекса «Галерея 9-18». Побродила по недавно сделанным дорожкам и наша съемочная группа. Пока еще здесь немного гуляющих, но скоро новая пешеходная зона заживет полноценной жизнью. Общая протяженность тропинки не более 200 метров, но по сути это не просто еще одна дорожка. На ней будут расположены несколько объектов, на которых смогут найти себе занятия по душе и дети, и молодежь, и взрослые жители Видного. Там есть ряд зон. Зона настольного тенниса, зона спортивная, потому что не надо забывать, мы пообщались с спортсменами. Мы там делаем одинную спортивную зону, это так называемая зона воркаут, в турники, брусья, пресс покачать. Ну и чуть дальше, если левее идти, мы делаем, конечно же, и детскую площадку, это для мамочек важно. Проектирование пешеходной зоны началось в мае нынешнего года. Строительство уже в июле. Эта дорожка соединит центр города с храмом Александра Невского и новым торговым центром, открытие которого планируется совсем скоро. Огромное количество людей, это архитекторов, проектировщиков, дизайнеров, идеологов. Это команда, которая работала над идеей этого объекта, для того, чтобы жители получили яркую изюминку, яркую доминанту города. Во время недавней акции «Наш лес, посади свое дерево» здесь дополнительно высадили березовую аллею. Глядя на эти ухоженные тропинки, уже не представляешь, как все выглядело без них. Мы живем в этом доме и гуляем с малышом в этом замечательном парке. Раньше тут, конечно, было не очень хорошо, теперь стало отлично. Что здесь было? Ничего не было, бомж-притон тут был. На днях начнется установка малых архитектурных форм, возведение детской площадки и спортивных тренажеров. Все работы планируется закончить уже к середине октября. Для нас важен действительно комфорт и удобство для самого жителя, и мы это замечаем. И в данном случае будем идти дальше в этом направлении, побольше таких создавать зону. Это наша основная задача, с которой мы должны дальше идти. Этот проект стал еще одним шагом в развитии пешеходной инфраструктуры города Видное. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ Видновское пассажирское автотранспортное предприятие отметило юбилей. Ему исполнилось 60 лет. За многие десятилетия компания зарекомендовала себя надежным перевозчиком и сейчас входит в структуру МОЗ Трансавто. На торжественном мероприятии честования коллектива по ТП побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Сотрудники Видновского пассажирского автотранспортного предприятия собрались вместе в Доме культуры «Буревестник» на торжественный вечер по случаю 60-летия своей организации. Сейчас ПТП является филиалом акционерного общества «МОЗ Трансавто», осуществляющего пассажирские перевозки в Подмосковье. Я уверен, что наше основное достижение – это довольные лица, довольные люди, которые пользуются нашими услугами. Каждый день передвигаются в наших автобусах. Вот, наверное, основное достижение, что мы на сегодняшний день, здесь можно прибавить цифры, минимальное количество жалоб получаем именно по работе МОЗ Трансавто. Принимая во внимание специфику к профессии, не все работники смогли присутствовать на празднике. Многие водители находились в рейсах, а механики и диспетчеры на своих рабочих местах. Но те, кто был, рассказывали о своих личных достижениях. Пришел рядовым слесарем, долго работал, отучился на мастера и пошел выше-выше. Стал уже начальником авторемонтной мастерской, ну плюс потом еще люди доверили первичную профсоюзную организацию, чтобы поддерживать людей, чтобы отставить их неинтересы. Работал учеником автослесаря, потом также в парке, когда получил права, у нас там еще были скорой помощи, на скорой помощи работал. Потом подучился на автобус и стал водителем автобуса, также работаю, продолжаю. Не забывает предприятие и своих ветеранов, к настоящему моменту уже вышедших на пенсию. Евгений Харламов работал водителем с 1969 года. Вся жизнь прошла по АТП, все мы строили, все это было своими силами, никаких советских организаций не было. Вот и вот в настоящее время предприятие живет. 60 лет – достойный срок. Предприятие прошло проверку временем и сегодня чествует своих сотрудников. Во время торжественной части гостей праздника поздравили официальные лица. Пассажирские перевозки – это основа социальной политики на любой территории. Наш Ленинский район в своей близости к Москве не исключение, а наглядный тому пример. От того, как организована работа перевозчика, в первую очередь зависит настроение наших жителей. Вот ваш коллектив своим многолетним добросовестным трудом доказал, что видовское ПТП оказывает качественные, бесперебойные, а самое главное – безопасные услуги по перевозке наших жителей и гостей нашего района. За многолетний труд и вклад в развитие автотранспортной отрасли муниципалитета работники ПТП были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами. Поверьте мне, от того, как человек вошел в автобус, приехал на пункт своего назначения и дальше пошел на работу, и обратно зависит очень многое. О настроении виновников торжества в этот вечер поднимали творческие коллективы нашего муниципалитета. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Около железнодорожной станции Расторгуева открылся мобильный пункт Видновской районной клинической больницы. Здесь семь дней в неделю все желающие могут сделать прививку от гриппа. Воспользовалась возможностью и наша съемочная группа. Еще в начале сентября в муниципалитете стартовала ежегодная прививочная кампания против гриппа – одного из самых опасных вирусных заболеваний. Активно идет иммунизация детей в образовательных учреждениях и взрослых в районной поликлинике и амбулаториях. Помимо того, что мы прививаем во всех поликлиниках, школах и садах, то у нас еще и будет мобильная бригада, которая будет установлена на станции Расторгуева. Могут обращаться все жители, прикрепленные к нашим поликлиникам. При себе иметь нужно будет паспорт, полис. Вот такой мобильный пункт ВРКБ будет дежурить у железнодорожной станции Расторгуева семь дней в неделю вплоть до декабря. Здесь можно быстро сделать прививку с утра с 8 до 10 часов по вторникам и четвергам, по вечерам с 17 до 19 в остальные будьи дни и в выходные с 11 до 13 часов. Главное, чтобы человек пришел здоровый, в это время не болел каким-то вирусом, заболеванием, без обострения хронических заболеваний. Для людей, которые часто болеют гриппом, желательно делать прививки ежегодно. Противопоказания только одно – непереносимость куриного белка, который входит в состав вакцины. Тем же, кто не страдает от аллергии, можно смело прививаться. Готова делать прививки? Готова. Аллергийные лекарства есть какие-нибудь? На яичный белок? Нет. Обострение хронических заболеваний? Нет. В настоящий момент температура есть? Асмаркорла не болит? Нет. Я тебе еще не делаю. Екатерина Шакурова тщательно следит за своим здоровьем регулярно, посещает поликлинику и делает все необходимые прививки. Она была приятно удивлена, когда узнала, что теперь привиться от гриппа можно просто по дороге на работу. Я считаю, что это очень удобно, потому что я вот лично шла на работу, шла мимо, увидела машину, подошла, спросила, узнала, что делают прививки от гриппа. Я в этом году еще не прививалась, так прививаюсь ежегодно. Ну и, собственно, вот по пути на работу сделала, всем советую. Мы тоже воспользовались возможностью защитить себя от опасного вируса и сделали прививку. А потом как? Вот мне как-то нужно специально за ней ухаживать? Не мочить? Нет, мочить можно, тереть не надо, давить не надо. В этом году от гриппа прививают трехкомпонентный вакцинный сови-грипп российского производства. На данный момент почти 17 тысяч жителей муниципалитета уже сделали прививки от этого опасного заболевания. Медики ожидают, что в этом году их число достигнет 44 тысяч. Самый лучший метод запоминания чего бы то ни было для детей, конечно же, игра. Этот вид деятельности активно используют в детских садах сотрудники ГИБДД, проводя мероприятия по изучению правил дорожного движения. Наш мобильный репортер побывал в детском саду «Гномик», где в рамках недели безопасности прошла викторина по правилам дорожного движения «Зеленый огонек». Ребята из старшей подготовительной группы отвечали на увлекательные вопросы, выполняли творческие задания, а результаты говорили о том, что дети довольно хорошо знают теоретическую часть правил поведения на дороге пешеходов. Едут на зеленый свет трактор и каприалет. По окончании мероприятия все участники получили от сотрудников ГИБДД светоотражающие элементы в подарок. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok